Здравствуйте, дорогие друзья и коллеги! Это передать что делать? Я ее ведущий Виталий Третьяков. В течение этого телевизионного сезона мы записали и показали вам, телезрители, уважаемые, две программы о воспоминаниях, мемуарах и снах, сновидениях. И вот в ходе этих передач я говорил, я надеюсь, вы не забыли, но я-то не забыл, что хочется записать еще программу о мечтах и фантазиях. Вот сегодня я выполняю это обещание и свое собственное желание, поскольку те программы, на мой взгляд, были очень интересными. Передача называется «Зачем человеку мечты и фантазии?». Это главный вопрос, с которым я к специалистам обращаюсь. Но я думаю, вы тоже все помните эту классическую фразу Маркса. Он задавал вопрос, чем отличается самый плохой архитектор от самой хорошей пчелы. Тем, что у архитектора, когда он начинает свою работу, есть план того, что он будет делать, а у пчелы, соответственно, инстинкт и никакого плана. Вот для меня это абсолютно очевидно, что существует принципиальная разница, потому что для меня, когда психолога, мечта и фантазия – это то, чего, и план в том числе, то, что не существует в настоящем, не существует реально, и существует как некая возможность или некое ожидание. Но в отличие, значит, фантазия и мечта не предполагают ее осуществление, а план предполагает осуществление. И поэтому вот когда происходит некоторая путаница, мне кажется, очень опасно, потому что, значит, коммунизм, на мой взгляд, была мечта, а рассматривали мы ее как план. И вот эта вот ошибка произошла. Мечта, фантазия не предполагает этого. Она ориентируется на желание человека и не учитывает обычно те ограничения, вот она для этого и нужна. План, он учитывает ограничения, а фантазия и мечта – это она свободна от этих ограничений, ну, в подлинном, как бы, ее выражении. Я могу пофантазировать о чем угодно. Пределом для меня является сам предел воображения. Да, пожалуйста. Ну, вот если подойти к вопросу классификации, да, вот как мы можем разделять. Есть мечты и фантазии, которые мы осознаем. И содержание их нам всем более-менее известно. Это разного рода желания, мечты, успехи, признания, силы, агрессивные, сексуальные и так далее. Другая часть фантазии, она является бессознательной. Это так называемые первофантазии. Я бы сказал, что важным источником фантазии являются наши внутренние переживания, типа страхов. Тема-то действительно одна из ключевых тем фантазии – это фантазия смерти. И они в каком-то смысле являются одними из базовых. И мы, с одной стороны, вынуждены переживать проблему смерти и одновременно пытаемся решить трансцендентную проблему, что будет после смерти. Является ли это реальностью то, что мы думаем будет после смерти? Или это фантазия? Ну, для верующего, да, попадание в рай, допустим, а для неверующих, особенно молодых, это суицидная. Нет, ну, для верующих – это план. Как будут тебя оплакивать, какой ты был хороший, когда ты… Да, хорошо. Но нас менее всего план интересует, а более всего, скорее всего, мечты и фантазии. Мечты тоже имеют свойство сбываться. То есть вот люди мечтали летать, как птицы. Я понимаю, что на самолетах это не совсем те переживания, которые испытывают птицы в свободном полете и в свободном парении, да. Но, тем не менее, человек полетел. Мечта сбылась. Но, тем не менее, фантазия, в принципе, фантазия, чтобы отличать мечты от фантазии, фантазия – это некий иной взгляд на мир. Владимир Владимирович, у меня к вам конкретный вопрос, как к писателю. Вам вот инструментально фантазия для чего нужна? Для того, чтобы восстановить реальность, ну, там, где вы ее не до конца знаете, либо для того, чтобы придумать реальность, которая могла бы быть, на ваш взгляд, но вот почему-то не получилась. Моя лучшая книга, даже если в ней повествуется о том, что на первый взгляд невозможно, в принципе, лучшая книга – это та, в которую, тем не менее, верят. И сам автор, и читатели. Потому что если ни автор, ни читатель не верят в то, что происходит на страницах книги, книга закрывается, не остается в плане. Но верят, что значит, верят в такое же несбытное. В то, что человек долетит до Сириуса, в то, что среди нас живут колдуны, в то, что есть люди, которые могут жить под водой. Это другое, это писательская вещь. То есть, если писатель в это не верит, он не сможет убедить читателей в том, что это реально, и книга никому не нужна. Я бы вот подчеркнул, что здесь вот так же, как у Станиславского, знаете, верить – это не означает, что достоверно, вот так и есть. А верить – это то, что ты играешь достоверно. Словами. Словами, но достоверно. Я думаю, что вообще фантазии нам нужны как лаборатория мысли. Потому что вот голова профессора Дуэля – это прошлое, это фантазия. Сегодня обсуждается, а можно ли пересаживать тело к голове вот этого программиста. Понимаете? Вот это просто лаборатория мысли, в которой человек все время проигрывает возможные сценарии будущего. Обычные люди, они же не фантазируют о… Каждый, каждый день. Нет, о пересадках голов там, или о полетах на Сириус. Вот такой житейский пример. Люди, мужчины, мечтают о женщинах, в которых они влюбятся, красивые. Ну, сейчас самые расхожие, топ-модели, кинозвезды и так далее. А потом женятся на, ну, в общем, довольно распространенном типе том или том женщин. Так вот зачем это, мечтать им о кинозвезде, а потом жениться на соседке по дому, которая уже… да. Я думаю, что основная функция и сновидений, и фантазии, и мечты – это до некоторой степени модифицировать, приукрасить ту реальность, в которой мы находимся. Жизнь гнусна, а… В какие-то моменты – да. И ведь часть фантазий, которые существуют и в норме, и в случае психопатологии, мы ими не делимся. Почему? Потому что они очень интимны. Они могут быть слишком агрессивны. Но они компенсируют ту недостаточность, которую мы испытываем. В данном случае мечта была нужна для него как развилка, возможная развилка выбора его судьбы. Потому что мечтая, ну, условно говоря, о королеве красоты, он должен понимать, что нужно ее добиваться тем или иным способом. Если он просто остается на диване мечтать дальше, ну, следующая программа, следующий журнал, он будет мечтать о другой. А кто-то встает с дивана и начинает исполнять свою мечту, то, что мы говорили о полетах под облака. И исполняет в конечном итоге такие случаи тоже есть. Нет, я бы тут иначе вообще все это рассматривал. Мне кажется, что в данном случае мечта есть компенсация того, что нет в реальности. И то, что он в конце концов от этого отказывается, ну, он реалист. А потом, вы понимаете, я бы сказал, вот как психолог здесь, что слишком верить вот такой мечте опасно. И я всегда привожу этот пример, вот этот асоль, алая паруса, который, мне кажется, внушает абсолютно неадекватное ожидание у многих девушек. То есть она же фактически, в общем, как-то вот случайно это все получила. Ну, если, да, конечно, любому ребенку, любому человеку приятно думать и приятно чувствовать, что вот он получит что-то просто так. И любому человеку. И мы все про это мечтаем. Но как бы мечта должна остановиться? То есть мечта – это свойство инфантильного организма? Нет. Ну, нет, мечта, которая занимает слишком много места – да. Вот я бы так сказал, что если она в моей жизни слишком большое место, если она отрезает реальность, если она не дает мне возможности приспосабливаться, да, это инфантильная черта. Мне кажется, что здесь фундаментальная работа мозга. Мозг строит мир у себя в голове. Да, иллюзия. Иллюзия. И потом сопоставляет, что он видит и что есть в голове. Не всегда это совпадает. Более того, психоделические всякие формы головы приводят к тому, что совершенно другое происходит. И вероятность сновидения по этому происходит. Вот то, что холостая работа мозга прокручивает какой-то мир, вот совпадает или не совпадает. Такая избыточная работа. Это нам кажется, что это избыточная. Чем еще заниматься, когда можно поместить, подумать? Нет, нет, вообще много о чем, но это утешение, это значительное утешение для человека, для любого. Или стимул. То есть что, мечтают только неудачники? Почему? Ну, я не знаю. Раз это утешение. Вы знаете, неудачники больше, я думаю. Конечно, да. А что мечтать вообще человеку, у которого все есть? Действительно, очень интересный вопрос соотношения. Да, насколько мы можем реализовать эту мечту. Один из ярких примеров, когда человек с особой судьбой, детской и с особым психическим складом изменил нашу реальность. Это Стив Джобс. Ведь помните его знаменитый принцип «поле искажения реальности». Но в какой мере каждый из нас обладает этой способностью, своими мечтами, своими планами модифицировать реальность? Мне кажется, что вообще для человека свойственно поступать, как вот барон Мюнхгаусен. Себя за волосы вытаскивать из болота, вот есть быта. И вот это вытаскивание себя за волосы нуждается в мечте. Мечте как регулятиве. Вот возрожденцы создали нам идеал гармоничного тела, атлетически сложенного, молодого. Это мечта. Мечта, которая реализуется каждодневно в деятельности медицины, в деятельности каждого из нас и так далее. То есть это мечта, то, что нас вытягивает в зал. Не обязательно, что мы ее достигнем, но важно, что самодвижение, вытягивание из наличности к чему-то. Есть мечты, мне кажется, и мы забываем вот этот момент, что есть мечты, которые компенсируют нам наши несовершенства, наши страхи, наши опасения. Вот все эти сказки, все эти Гарри Поттеры, волшебные палочки, волшебство, вот все это, это инструмент, который дается ребенку в его фантазии для того, чтобы совладать с миром, который он представляет избыточно опасным для него, и где он один. Ну, это же всегда вот одна и та же история. Маленький мальчик, маленькая девочка остаются сиротами, родители умирают. И вот, и тут вот, вот в этот момент он получает какие-то необыкновенные дары, там, не знаю, какие-то вещи. А потом мальчик становится взрослым человеком, и что? Ну, он уже легче ему тогда. Вот это надо пережить. Не, мы мечтать, что он не продолжает. Но не про волшебство. Про волшебство, конечно, это определенный период. Ну, сейчас секунду, вот о возрасте это. Нет подсчетов, расчетов, опросов фантастических, фантастику и фэнтези больше покупают, потребляют, читают, ну, там, смотрят фильмы. Молодые или великоворзенство и там, и в старости? Предполагаю, что молодые. Молодые, да. Но здесь надо точно понимать, ну, делить немножко градацию, зависит от писателя. Ну, это... Нет, это важно, потому что люди читают фантастические произведения известных, хороших, отличных авторов уже независимо от возраста. Вот когда мы говорим о книгах фантастических, но хороших, знаковых, там выравнивается. Я хочу отметить, что есть вот такая замеченная особенность, что в странах третьего мира и в депрессивных социально-экономическом смысле регионах, там, например, к мечтам о биотехнологических достижениях, фокусах, там, к пересадках, там, создании искусственного человека относятся более серьезно и с интересом, чем вот в Москве и в Петербурге. Вот у нас проверялось. То есть социальная депрессия, она стимулирует мечтательность. Конечно, Болливуд. Это типичный пример фантазии. То есть это функция утешения. В определенном смысле, да. Примирение с реальностью, от которой мы страдаем. И потом еще невозможность решить проблемы в своей среде, возлагает надежды на технологические способы. Вот будет какое-то лекарство. Есть нюансы, потому что основные, скажем так, главные читатели и зрители фантастики во всех ее проявлениях, это сильно развитые страны Северной Америки, Европы, Россия примкнувшая, плюс Япония, Корея, Южная, поскольку по Северной никакой информации просто нет. Ну, естественно, англосаксонский, скажем так, вот этот вот мир. Да и, собственно, все. То есть реальность все больше и больше расходится с идеалом. А вот то, что сказали страны третьего мира, это либо они варятся в своем соку, либо как, ну, получают то, что это самое. Но интерес, именно жгучий интерес к этому, это развитые страны. Ну, все-таки я могу несколько классифицировать вот собственные фантазии. Они есть такие, такие, такие. Есть там абсолютно утопические, когда ты понимаешь, что ты фантазий. Я этого никогда не сбудется. Но, тем не менее, удовольствие тебе, вот этот процесс, переживание, как будто бы это есть, это получается. И такой, ну, скажем, низший уровень этих фантазий, когда вот могло бы быть пресвещение обстоятельств, если бы было не то, а это. Вот между этим какая-то градация. Да. А вот, ну, вы можете, там, на основе опытов ваших, тех, с кем вы работаете, или, собственно, вот... Вот условно можно разделить фантазии на те, которые... И, соответственно, их предназначение, вот зачем мы... На те, которые для «я» приемлемы. Их сюжет может быть любой. От несбыточности до частичной реалистичности. И те, которые для «я» неприемлемы. И они осознаются в очень таком трансформированном, странном виде. Например, если мы возьмем ситуацию невроза навязчивости. Человек, выходя из квартиры, вынужден, он не может усилием воли остановить себя, проверять электрический свет. Чем это обусловлено? Это обусловлено наличием очень неприемлемой для «я» агрессивной фантазии. Она реализуется не в виде фантазии как таковой, потому что она даже не допускается в сознание. А в виде действия. Поэтому одна из важных характеристик – можем ли мы принимать эти фантазии или нет? И какая-то часть из них всегда остается в латентном, вскрытом состоянии. Нет, ну можно еще легче, мне кажется, все классифицировать. Почти у всех людей, мне кажется, есть фантазии о всемогуществе. Абсолютно у всех. Есть фантазии о власти, есть фантазии о богатстве, фантазии о любви, фантазии о бессмертии. Обычный человек мечтает о таком, что никакому властелину мира уже почти реальному не снилось. Вот что для него, что это мечта? Но не только же компенсация того, что у него однокомнатная квартира и зарплата невысокая. Виталий Иванович, вы не можете смириться с реальностью. Вы хотите получить что-то особенное, как мечту, которая бы объяснила некую сущность. К сожалению, мечта вынуждает нас смиряться с реальностью. Это компенсация за то, что мы когда-то умрем, что мы что-то не реализуем, к сожалению. И вот если говорить о базовых мечтах, то действительно их несколько. Это такие первоосновы, первосцены. Одна из них очень любопытная, называется фантазия семейного романа. На этом построена масса сюжетов, в том числе мифологических и религиозных. Что есть некий герой, у которого есть родители, но на самом деле у него родители-то это царские родители. Или господь бог, или еще кто-то. Чему служит эта фантазия? Она бывает у детей в возрасте 5, 6, 7 лет. И в норме, кстати. И в норме, это абсолютно нормально. Она служит определенной компенсацией тех психических процессов взаимоотношений с родителями и внутреннего развития у каждого из нас. Мы просто можем не помнить, но если посмотреть внутрь себя, мы можем вспомнить, что, может быть, наши родители это не наши родители. Может, они взяли из детского дома, а наши родители какие-то иные. То есть, если тебе не нравится родители, то это... Ну, конечно. Да, так и есть. Я помню, меня укладывали спать. Я думаю, вот своего бы не укладывали вечером бы спать. На данном случае это фантазия. Она называется семейный роман. Но не мечта. Ну почему? Мечта найти... Мечта... Утерянных... Утерянных своих родителей. Своих, да. Здесь вообще возникает проблема, а реально-то что? И это важно для человека, потому что если мы говорим, что человек целесообразно действует, это значит, что он действует все время в горизонте. Может быть, они есть. Цель – это то, что он не есть, а то, что будет. Вот мы обсуждаем фантазии и мечты. Мы находимся вот в этой реальности. Мы конкретные люди. Люди нас будут смотреть уже как виртуальную реальность. Но каждый из нас, я в частности, думал о том, о чем мы будем говорить. О чем можно будет сказать. И это всегда компромисс между реальностью, которая есть, и тем, что я планировал, например, и каждый из нас. Это же тоже была фантазия и мечта. Она сейчас реализуется, но в чем-то она будет реализована, а в чем-то нет. Вот меня всегда смущает, когда очень популярно, и в последнее время тоже, задавать всяким известным людям, а вот если бы вам пришлось второй раз в жизни свою прожить, вы что-то изменили, и там 99% отвечает, нет, ничего, я не хотел бы изменить. На мой взгляд, это абсолютно луковая позиция. Конечно, хотели бы изменить многое, но то ли это так много, что там никто тебе не даст возможность все это рассказывать, либо это некий самообман. Но этот ответ-то звучит... Нет, конечно бы хотел, но я же не буду всем сейчас рассказывать, что именно... Вот я к тому, что это оказывается... То есть люди отказываются от того, о чем они мечтают. Конечно, и знаю, что... Либо просто они стали реализованы, они поняли, что все равно это не могло быть. Так что что сожалеть? Просто я этот вопрос периодически слышу в другой несколько интерпретаций. Изменили ли бы вы свои книги теперь? Ну да, конечно. Книга была написана 15 лет назад, и, соответственно, вопрос, вот сейчас вы уже по-другому. И я тоже отвечаю, нет. Потому что книга, которая написана, которая была написана 15 лет назад, и тогда же издана, это я только вот немножко законсервированный. Тогда я думал так, тогда были такие мои мысли, тогда я считал это именно правильным, и я не собираюсь отказываться от своего «я» 15-летнего года. Тогда, значит, вы очень высокое мнение о своем литературном даре, потому что иначе бы вы сказали, нет, вот в той строчке нужно было бы два слова переставить, а там другой эпитет найти. Ну, и, так сказать, идеал нестяжим. Править можно всю жизнь одну и ту же книгу. Нужно останавливаться, это одно из правил. Ну, если книга, конечно, записана, но с прошлым дело в том, что оно забывается. И амнезия, она тоже выборочная. И вот вся наша история, мне кажется, еще болейший фантазм, чем, так сказать, мечты о будущем. Это да, ну, во всяком случае, да, там, то, что там сочинено много с одним числом, это понятно. Скажите... И опять там реализованы какие-то бессознательные, подсознательные... Нет, это тоже фантазии, можно было бы назвать, это фантазии о прошлом. Да, да, да. Это фантазия не о будущем, а фантазия о прошлом. Скажите, ну вот это... С другой стороны подойдем, вот у нас, я отсекал пока это, но все-таки о патологиях. Как не осуществляет граница, но где-то она все-таки существует, как ее описать, между болезненной, больной, патологической фантазией и здоровой, свойственной, ну, человеческому роду, как в целом. Значит, я думаю, что... И то же самое о мечтах. Да. Это, во-первых, отсутствие понимаемой границы между реальностью фантазии и мечтой. То есть, если ты думаешь, что ты можешь осуществить... Да, если я могу, что я бессмертен, если я думаю, что я летаю, и летаю как бы... И вышел, и... Ну что, да. Это все ясно. Это избыточная, мне кажется, погруженность вообще человека в мечты, в ущерб. Больше, чем в жизни. В ущерб. Ну, тут, понимаете, как бы... Больше, чем в норме в жизни. Ну, есть тут все условия. Ну, ты перестал ходить на работу, лежит на диване и мечтаешь. Если перестал на работу ходить и опускаешься все время, идешь по пути снижения функционирования, вот находясь в каких-то мечтах, то это все-таки... Все-таки это патология. Если это мечты, такие крайне, скажем так, вообще деструктивные, по сути, убийства, так сказать, вот какого-то... Ну, они есть вообще тоже. То есть слишком физиологично. Да-да-да, насилие, насилие. Или там мечтаю каждый день наесться вот этим, а на следующий день этим. Ну, видимо, это... Это редко бывает. Как бы мы не определяли реальность внешнюю, ну, более-менее мы какую-то конвенциональную договоренность достигаем. Если эти мечты и фантазии, игнорирую ее настолько, что она замещается этими фантазиями, конечно, это патология. Если человек лежит на койке в психиатрической больнице и говорит, что он летит в космическом корабле, это, конечно, болезнь уже, к сожалению. Так, а тогда у меня вопрос. Ясно, что обитатели некой палаты психиатрической больницы, которые говорят, что они наполеоны, они... Фантазии у них, соответственно, есть, но они больные, да? А человек по имени Бонапарта и по фамилии Наполеон, который сказал, что я властелин то ли Европы, то ли всего мира, он кто? А он нормальный, здоровый? Мечтатель. Властелином мира он не был, а Европы да. И в этом отношении он был реалистом отчасти. Реалистом и мечтателем. Он больной или здоровый? Я думаю, здоровый. Сложный вопрос, нет, сложный вопрос, потому что есть отдельная тема. В ракурсе нашего разговора. Есть отдельная тема, что некоторое количество таких вот фанатиков, да, людей, которые... Просто сумасшедшие правят мира или... Да, да, есть люди, которые втягивают в мечты собственные огромное количество людей и часто достигают успеха. Но поскольку уровень их психопатологии бывает, в общем, разный, то, что Наполеон был не в психозе, совершенно очевидно. Но то, что у него были какие-то личностные особенности, как у Сталина, отличавшие его, и как у Гитлера, отличавшие его от обыденного человека, это тоже, наверное, правда. А Жанна Д'Арк? Жанна Д'Арк. Она как? Она же считается безумной иногда. И есть зрение, что она была нездорова все-таки. Ну, если она общалась с духами, если, так сказать... Но это было в то время, когда многие общались с духами. Да, тогда это было культуральной нормой в какой-то степени. Патологию проще определить. Вот эта стертая грань, она действительно очень условна. И для того, чтобы определить, насколько эти фантазии патологичны, нужно наблюдать какого-то индивидуума, человека в какой-то динамике. Тогда мы можем сделать более-менее оправданное умозаключение, например, на предмет исторических личностей или каких-то творцов и так далее. Ну, вероятно, это во времени развивается данный человек. Вот в этот период он еще достаточно нормальный. Здесь... Может быть, и так. Не то, но и поел. Он стал более агрессивный. Ну, или вот, например, такой пример меня всегда... Что раньше что снилось? Ангелы снились в конце, за прошлого века. Теперь что смыгнятся? Инопланетяне, всякие там динозавры и так далее. Ну, некие мифические существа, которые... Да. Ну, которых ты в реальной жизни не видишь, но все говорят, что они есть. И в картинках примерно нарисовано, как они выглядят. Ну, это просто изменение формы. Суть прежняя. Но сняться-то и конкретные... Когда ты имеешь дело с ангелами в мечте, это одно. Когда ты имеешь дело с теми же реальными людьми в мечте, в фантазии, что ты имеешь в реальной жизни, но вот что-то иначе происходит. Вот здесь возникает конфликт. Мы вынуждены соотносить наши ожидания от людей с тем, какие они есть. Если человек не знает о возможности иного, у него не будет такой мечты. Мечта – это все-таки некоторое переработанное представление о возможном, как бы туда вот откинутое. Но если человек не знал никогда свободы, как он будет о ней мечтать вообще? Он же не знает, что там вообще. Хорошо, он знает все, и свободу, и несвободу. И вот что он в этом случае выбирает? Нет, я бы выбрал реальность. Но если ее нет, то честь вообще безумцу, который навеет... Ну, о чести безумцу, да, это мы поговорим. То есть вся жизнь обман, поэтому честь безумцу, и никакого счастья нет, и не будет, для всех точно. Нет счастья на земле. Да, и нет, и выше, правда. И вот эта честь безумца, которую навеет человеческий сон золотой. Это понятно. Но тогда тоже, вот тот, кто это все заложил... Нет, я бы предпочел вообще-то больше реальность. Обманщик. Вал того, что он обманул. Так он еще заложил механизм, чтобы прикрыть этот обман. Творец получается дважды, этот самый, ну, хочу аккуратное слово подобрать, наперсточник. Это аккуратно. Или же он предлагает нам стремиться к большему, к лучшему. Так невозможно это достичь. Ну как невозможно? Чего невозможно достичь? Вот скажите, вот я попытался спросить у Александра Шамильевича. Мечта это не обязательно идеальная. Нет, бессмертие. Так, подождите, его пытаются достичь. Это как полеты в космос, понимаете? Сейчас мы пока не можем, но люди вкладывают деньги, люди отпиливают себе головы и замораживают их, понимаете? Это тоже элемент события своей мечты. Так что назовите несбыточную. Понимаете, нет несбыточных мечт. Есть наше нежелание их исполнять. Нет, я считаю, что есть естественные ограничения, которые заложены природой. И хотим мы или не хотим, мы вынуждены. Человек не может летать. Да, человек не может летать. В прошлом. Человек не может погрузиться на дно морское. Путем собственности. Нет. Все-таки. Нет, нет, нет. Это разные вещи. Летать на самолете, летать так. Я считаю, что вы преувеличиваете немножко давление возможного. Я имею в виду, что реальность ограниченной ресурсой. Ресурсы времени, ресурсы просто материальной ресурсы. И вот передо мной несколько вариантов будущей мечты. Я смотрю, а что реально, а что нет. Вот, например, я не против того, чтобы получить бессмертие компьютерное, любое. Но я понимаю, что тратить ресурсы своей жизни на вот этот проект, мягко говоря, неразумно. Потому что наверняка он не случится. Я только зря время потратил. Но люди тратят. Находятся люди, которые тратят. Люди тратят. Значит, не так уж вам эта мечта нужна. Я считаю, что она просто нереалистична. Давайте, Близ, Лета, пожалуйста. Кто-то вас знает реалистично. Есть достаточно большие ученые, которые предлагают или одни, или другие способы продления человеческой жизни. Продление – это резонно. А насколько продление? Например, медузы живут вечно. Одноклеточные тоже живут вечно. Тоже живут вечно. Как вечно? Но есть биологические ограничения. Как вечно? Какие? Одноклеточные вечно. Нет, но в том смысле. Какие ограничения? Девицы, и все. А, в этом смысле. В смысле, да. Ну, не та же самая. Получается, две молодых. Да, понятно. Есть ввиду заменения. И еще другие есть. Которые считаются живут вечно. Я вот... Вкладывать в это деньги время, я бы не стал. Да. А вот я позволю себе произвести некую формулу, которая у меня в частности по ходу нашего разговора делась. И вы либо согласитесь с ней, либо о спорте. Мне кажется, что здесь можно применить то, что говорил Маклюин, Маршин Маклюин относительно электронных СМИ вообще мядера. И в первую очередь электронных, что это есть электрическое расширение. Такое не очень удачное слово электрическое. Но электрическое расширение нашей нервной системы. А вот эти фантазии, мечты, где еще есть какая-то доля иллюзий в чистом виде, это есть расширение нашего организма, нашего сознания, западела нашего тела. Вот для того, чтобы мы имели больше, чем этот Господь Бог там или природа, заложили в наше тело. Компенсация не за несовершенство, а за ограниченность наших реальных возможностей. Вот тебе этот сон золотой, ну он заложен в каждую голову. Это не от того, что какие-то политики решили обмануть человечество, а просто это заложено. И в этом, видимо, мы все-таки отличаемся от животных. То есть это вопрос о счастье. Животное счастливое или несчастливое, оно сравнивает с мечтой, с идеалом своей жизни. А человек, когда сравнивает, и получается, что он вроде бы несчастлив, но потом он, рассуждая на эту тему, он начинает реализовать в своем сознании свои мечты, и ему кажется, что не такой счастлив. Вот я там и с Машей у меня был в юности «Какой роман?». Причем там уже роман-то был не совсем такой, но вот это. И этому я так удачно сказал. И вот это все компенсируется. Может быть, для этого? Мы расширяем, конечно, наше пространство. Это компьютерные игры, которая широчайшая индустрия, которая уходит туда. Ну вот я думаю, что такая вещь, что действительно, я думаю, что вы абсолютно правы здесь, что фантазии открывают нам те возможности, которых бы не было. Но тут вот очень любопытный момент я услышал, что они играют в эти игры, потому что им не хватает фантазии собственной. И вы знаете, это очень любопытно. Когда еще вот я был маленький, я думаю, что вы все были тоже, у нас было мало, во всяком случае у меня, очень мало было каких-то игрушек там, и я фантазировал безумные вещи. А потом я видел детей, у которых огромное количество навалено игрушек и ресурсов для фантазии. Они не нужны просто, понимаете? Она не развивается. Поэтому фантазия – это как бы… Это тот богатый, которому уже ничего не нужно. Да, да, да. А вот видите, он уже на уровне ребенка. Я думаю, что фантазия – это как раз способ как-то воспарить, понимаете, вот оторваться. И она в этом смысле, конечно, качество человеческое. Ну, мне кажется, что нужно сначала инсталлировать идеал, так сказать, мечту, с тем, чтобы с помощью этой инсталляции инсталлировать страдания недостаточности. И тогда человек будет стремиться. Ну, это понятно. Исходное грехопадение, исходное переживание несовершенства, самая неудовлетворенность. Без этого человечество вообще ничего бы не делало, так и не вышло бы из диких лесов. Владимир Владимирович, а у кого еще один вопрос? Не испортил окружающийся. А вот вы не стоите перед собой задачу? Не просто там по воле волк плывете своих фантазий. У нас у всех какие-то есть фантазии. И сейчас я там задам последний вопрос. А вот дай-ка я сяду и в этой книге нафантазирую такое, что никто никогда до меня не нафантазировал, до чего я никогда не дал. Вот чтобы вообще такого никому в голову не могло прийти. Вот такая супер-супер максимальная задача ставится. Она не супер максимальная, это стандартная задача, исходная перед началом любого книги. Ну, если почитать все фантастические романы, там те же самые 25 бродячих сюжетов классических, но только... Семь. Семь сюжетов из древнегреческой мифологии. Да, но только с ангелами, ну, либо иными, там, несуществующими, вроде бы существами. Ну, в принципе... Слово дает очень большое пространство для маневра. Пока еще даже больше, чем кинематографы, поэтому играть словами можно бесконечно. Кинематограф, как-то его нарисовали, там, вот, этого героя, такое оно и есть. Совершенно верно. И создать то, что до тебя никто не писал. Да, это задача стандартная. Стандартная. С сюжетом. Ну, вы, очевидно, больше начинаны в фантастике, чем остальные здесь присутствующие. Никого не хочу обидеть. А вот вы можете назвать какой-нибудь роман, ну, более-менее, или всем известный, или неизвестный, где, вот, как бы, супер-супер-супер большой объем вот этой фантазии, мечты? Вот Жюль Верн в свое время, это вот пример, очень яркий пример фантазера именно, при этом опирающегося на то, что он знал. То, что было вокруг него, он при этом фантазировал, каким это может быть через какое-то время, но возвращал это все в свою реальность. А вы можете взять роман чужой, прочитать, и у вас может такая образоваться? Бред, такого быть не может. Вот вы можете? Ну, может быть, не относительно всей книги, но детали, нюансы, да, то есть, когда, например, автор совмещает, условно говоря, Максимилиановский рыцарский доспех с каравеллами, с полным парусным вооружением, ну, это быть не может. Просто технологически это разные эпохи. Ну, так, а почему вы запрещаетесь? Мало ли, что это самое... Ну, потому... Люди совмещают рыцарские доспехи и космические каравеллы... Но при этом они... Нет, это и то, и другое используется в полной мере. Понимаете, если мы пишем о людях, о человеческом обществе, то дальше вступает в силу простая прагматика. Это не нужно вместе. Это невозможно вместе, потому что... То есть вы фантастические романы оцениваете с точки зрения реализма. Я же вам сказал, что лучшая книга та, в которую верят все, и писатель, и читатель. А чтобы поверили, нужно, чтобы это было реальностью, чтобы в это верить. Гибель, это... Это чисто... Хорошо. У меня последний вопрос. Ну, он, наверное, из-за фантастических, из двух состоит. Но можно долго говорить? Ответьте, пожалуйста, кратко. Первое. Насколько, как вам кажется, стандартно фантазируют и мечтают люди? Это первый вопрос. И второй. А что бы было бы, если бы вдруг реализовались, ну так, в течение недели, мечты и фантазии всех людей, которые живут на Земле? Что бы на ваш взгляд было? Можно отвечать? Да, пожалуйста. Ну, по кругу. Первое, как бы, по опыту я знаю, поскольку у меня много рассказывают фантазии всяких. Стандартно. Показывает, что очень все это обыденно просто. И даже когда человеку кажется, что это что-то необыкновенное, это обычно все есть. То есть человек просто, по сути, люди, которые придумывают необыкновенность, это уникальная вещь просто. Это вообще какие-то, я не знаю, самородки. Их нужно использовать там, не знаю, в кино, в литературе. То есть придумать что-то небывалое, это вообще огромная вещь. А второй, по поводу исполнения, я вам скажу так, не дай бог. Люди, фантазируя о чем-то, они, конечно же, остаются в рамках своей реальности, то есть под воздействием чего-то. То есть, условно говоря, когда вышла трилогия «Властелин колец», все начали фантазировать об эльфах. До этого фантазировали о себя в роли Нео, из «Матрицы» и так далее по нарастающей. После этого фантазировали себя аватаром. То есть есть яркий раздражитель внешний, и он задает, скажем так, тренд фантазиям. А что же касается исполнения внезапного фантазии всех, то это, не соглашусь с Александром Шамировичем, это будет бы замечательно. У нас 7 примерно миллиардов жителей, у нас было бы 7 миллиардов земель, каждая из которых бы находилась вдали друг от друга, в своем уголке галактики, и каждый бы там формировал свой мир по своему усмотрению. Да, Алексей Алексеевич. Ну, я полностью согласен с этим, что людей достаточно много, даже живущих сейчас, а те, которые еще до этого жили, они тоже фантазировали. Вот объединение этих всех фантазий, вот художников возьмем, дали его картины, якобы очень сильно фантастические. Это на самом деле гипнологические сновидения. Как он творил? Тазик в ног, сребряная ложка в руке, и дремать начинал. И только подала ложка, он быстренько набрасывал эту картину. Вот. Ну, что, ноги вытянуты, жирафоподобные, лошади там еще, вроде бы не очень большие фантазии. Я думаю, так и во всем. Да, хорошо. Адр Иванович. Я думаю, что базовые фантазии, они унифицированы, примерно у всех одинаковы, поэтому мы понимаем сказки, мифологию, потому что это основано на общем детстве, на общем развитии. И вариации сюжетов, они отражают базовую структуру. То, что касается, насколько удачной или неудачной была бы реализация фантазий всех людей, я думаю, это утопичная идея, опасная, потому что это бы разрушило здание культуры. Ну, мыслительный эксперимент, может быть? Я думаю, это разрушит здание культуры. Поэтому мы должны сохранять часть своей... А что значит разрушить здание? Исчезнут ограничения. Исчезнут ограничения. Это я понимаю. Я думаю... Практически. Вот мы сейчас что, начнем душить друг друга, если... Разумеется, нет. У нас не тот контекст. Ну да, да. Но опасность... Некоторые начнут. Но опасность какая-то, она потенциально может быть. Вот есть два таких фильма американских, «Ночь судного дня», где разрешено раз в году все, что угодно. И все, что угодно, превращается в какое-то такое насилие. Но это фантазия американских сценаристов. Ну, разумеется. У них все-таки, видимо, специфический культурный уровень, они вот там все насилие думают. Поэтому я думаю, что как раз наша человеческая источность заключается в том, что у нас есть собственные и культуральные внешние, и внутренние ограничения для наших фантазий. То есть опасно, не нужно человечество разрушительно. Ну и Павел Ильич, вам... Я тоже думаю, что есть некоторые базовые перипетии, например, как завязки историй. А с другой стороны, если мы посмотрим на отношения мужчин и женщин, это очень банально и просто. Одно и то же. Но какое многообразие особенностей. Я думаю, что просто за этими общими структурами... Мы сейчас даже нашли-то 50 оттенков серого. Да-да, примерно так. Вот. Но я имею в виду, что, как говорится, обращая внимание на эти общие перипетии, так сказать, нужно ценить и все многообразие реализацией. Совершенно не похожих друг друга в каждой нашей жизни. И то, что касается реализации, реализуемости фантазии, идеалов, мечты, я думаю, согласен я с... С Ильцаром Шамильевичем, что человек должен быть неудовлетворен собой, тогда он будет другим. Другим и в добре, и в зле. И это судьба. Хорошо, спасибо. Тема передачи. Зачем человеку фантазии и мечты? Ну вот вы, я к телевизору обращаюсь, услышали это рассуждение. Так совпало, что эта программа, наша сегодняшняя последняя в весеннем сезоне телевизионном, мы с вами расстаемся до осени, до сентября. Соответственно, у вас впереди и у нас тоже отчасти и каникулярное время, и время отдыха. И вот даже на этом простом, и всем известном примере, вот отдых, отпуск, если сравнить свои мечты об этом, фантазии и то, что реально ты имеешь там каждый год, можно, мне кажется, оценить, что же все-таки важнее. Спасибо всем, всего хорошего в эти летние ближайшие месяцы хорошо отдохнуть. До новых встреч в программе «Что делать?», начиная с ближайшей осени с сентября. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин